Спонсор проекта – компания Вербатим. Вербатим – технологии, которым доверяют. Спонсор новостей – компания Энер Макс. Энер Макс – максимальное качество. Всем привет, я Леся и это Техновости. Компания Залман выпустила новый кулер. Новинка высотой 15,4 см весом 850 г имеет изготовленные из меди и покрытые никелем основания с отполированной до зеркального блеска поверхностью. Три тепловые трубки и две секции с радиально расположенными пластинами. Трубки выполнены по фирменной технологии Залман Композит Хит Пайп и состоят из двух слоев, причем наружный снабжен дополнительными микроканалами. Разработчики уверяют, что такое строение трубки увеличивает скорость передачи тепла на 50%. На кулере установлены 12 и 14 см вентиляторы. Цена Залмановская – 90 долларов или 2800 рублей. LG станет первой компанией, которая выпустит смартфон с чипом Qualcomm Snapdragon S4 Pro, имеющим 4 DragRide и графику Adreno 320. LG Electronics отмечает, что такое сочетание позволит добиться впечатляющих характеристик и производительности. Корейская компания также уверяет, что несмотря на столь мощный 4-ядерный процессор, графику нового поколения и поддержку LTE-соединений, смартфон также сможет предложить более длительное время автономной работы, уменьшенную толщину корпуса, более качественный дисплей и новую сенсорную технологию. В частности, в новинке будет новый тип аккумуляторов, который предоставит повышенную емкость при том же весе и объеме. Новый смартфон сможет работать на 60% дольше по сравнению с батареями аналогичного размера и веса. Что касается экрана, то нас ждет разрешение 1280х768 точек при диагонали 4,7 дюймов. На тыльной стороне смартфона расположена 13-мегапиксельная камера. Запуск ожидается уже в сентябре. Ресурс The Verge опубликовал утекшее фото, готовящееся к выпуску смартфона тайваньской компании, известного под предварительным названием HTC Proto. Речь идет о возможном преемнике модели HTC One V. Новинка оснащена 4-дюймовым дисплеем, 5-мегапиксельной камерой и двухъядерным процессором Snapdragon. Анонс аппарата состоится на выставке IFA 2012, которая пройдет в начале сентября в Берлине. Корпорация AMD снова снижает цены, на этот раз на процессоры. Новые цены охватывают большую часть модельного ряда процессоров компании. Максимальное снижение достигло впечатляющего значения – 22,9% для модели Phenom 2 X4 955 BE. Команда DICE анонсировала точную дату релиза следующего дополнения к шутеру Battlefield 3 под названием Armored Kill. Уже 4 сентября премиум-пользователи сервисов Battlefield смогут первыми опробовать новый контент. По договору Sony и Electronics Arts обладатели PlayStation 3 получат дополнение на неделю раньше остальных геймеров. Игра представит фанатам масштабное сражение на военной технике, включая 4 новые увеличенные карты, одна из которых будет самой большой за всю историю серии Battlefield. Появится режим под названием Танковое превосходство. Будет тяжело вооруженный самолет IC-130, игроки смогут также использовать мобильную артиллерию и самоходную противотанковую технику. Следующее дополнение под названием Автомест готовится к выходу в декабре этого года. Полное издание культовой ролевой игры Fallout New Vegas поступило в продажу в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Компиляция Fallout New Vegas Ultimate Edition включает как саму игру, так и все существующие дополнения. Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road. Обновки поднимут уровень развития героя на 5 ступеней, а максимум достигнет отметки 50. В распоряжении геймеров будет отличный набор снаряжений Gunrunners Arsenal, содержащий уникальные виды оружия и боеприпасов, а также полезные рецепты. Вдобавок Fallout New Vegas Ultimate Edition существенно расширяет территорию знаменитого виртуального мира. Вы побываете в казино Сьерра Мадре, прогуляетесь по национальному парку Зайон, посетите огромный научно-исследовательский центр Big MT и еще сможете изучить коварную местность под названием Разлом. На сегодня это все, с вами была Олеся, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok